Ураганное заявление. Стрелять на поражение. Именно так главный радикал предложил расправиться с Михаилом Саакашвили и всеми, кто поможет ему пересечь украинскую границу. По словам Ляшко, пограничники должны без колебаний стрелять по пособникам экс-президента Грузии, которых он назвал, цитирую, лохами и врагами Украины. Свой достаточно агрессивный призыв главный радикал разместил в фейсбуке. Такой тон заявлений Ляшко политологи расценили как провокацию. И вот почему. Послушайте. Соответственно, Саакашвили, это, безусловно, в интересах влади. Тиве-пост, в Европейском парламенте, не только избавили депутатского звания, но могли бы и порушить криминальную справу. Адже это заклики до убийства, подбурювания до убийства украинских граждан. Это создание конфликта, распаливание ненависти, абсолютно дикость и варварство, за которое в Европе политик безумовно пониже, не тяжкое покарание. На заявление Ляшко ответил и сам Михаил Саакашвили на сайте своей партии. И тоже призывом, но уже к генпрокурору. По словам экс-президента Грузии и бывшего одесского губернатора, за подобные заявления главный радикал вполне может загреметь лет на пять за решетку. Впрочем, и без этих выпадов грешков за Ляшко вполне достаточно. Поэтому Саакашвили просит главу ГПУ плотнее заняться главным радикалом и его однопартийцами. Я считаю, что избавило меня гражданство формально после заявления Ляшко, а также одного из членов его фракции, против которого, до речи, НАБУ порушило справу в связи с коррупцией. Так вот, я хочу сейчас вернуться к генеральному прокурору Луценко. Вы очень быстро реагируете на заявки настоящих оппозиционеров. Те, что сделал Ляшко, это заявление, это заявление предоставлено Криминальным кодексом Украины, за это предоставлено 5 лет избавления свободы. Я надеюсь, что вы будете обратить внимание и на эту заявку, этого псевдоопозиционера, а на самом деле представника влады и олигархических кол, и будете правовым шляхом на это реагировать. Это нельзя оставить без вручания прокуратуры.